Событие 1881 года. Жила-была девушка по имени Элизабет. Она считалась самой красивой девушкой в их деревне. Также она была добра, и все её любили. Элизабет, ты как всегда очаровательно выглядишь! Ой, да перестань, я каждый день выгляжу одинаково, а вы меня перехваливаете. А вот и нет, просто ты слишком красивая. Элиза, внученька, не поможешь ли ты старой бабушке? Конечно помогу. Да и не старая вы. Спасибо, Элизочка, как всегда выручаешь. Элиза! Пойдём со мной бабочек ловить. Конечно, идём. Элиза помогала всем день за днём. Госпожа Элизабет. Госпожа, может вы всё-таки пойдёте со мной на свидание? Ох, Себастьян, я же уже говорила, что не люблю тебя. Ну, госпожа, я же люблю вас. Знаешь, Себастьян, наслыхана я о том, что наша принцесса от тебя без ума. Ступай к ней. Но я люблю вас, а не её. Ох, Себастьян, не могу заставить тебя полюбить её, а ты не можешь меня. Прости, Себастьян, не пойду с тобой я на свидание. Что-то не так, моя дорогая дочь. Да всё не так, отец! И что же тебя так огорчило? Себастьян и любит эту Элизабет, а не меня. Тогда, если ты хочешь, мы можем её убить. Да, отец, я бы хотела. Потому что все в деревне любят эту Элизу. Ночь. Тело Элизы было найдено в 6.00.15 мая. Нет, почему именно Элиза? Подшучивала ты, что полюбишь меня в следующей жизни. Но я не думаю, что она наступит так скоро. Бедная девочка, такой молодой была. Она только и делала, что другим помогала. За что с ней так? Ты уже слышал, что первую красавицу на деревне убили? Ага, слышал. Теперь уж тогда мёртвая красавица. Наше время 23-й год, 16 мая. Что? Какого чёрта я делаю на кладбище? Да и в принципе, где я и что здесь делаю? Элиза бродила по городу и пыталась что-то узнать у прохожих. Но, как странно, её никто не видел. Чёрт, я снова опаздываю. Ох, прошу меня простить. Этот парень, он меня заметил? Подожди, ты меня заметил? Я хожу весь день, и меня будто не замечают. Ну, конечно, я тебя вижу. Странная ты. Понимаешь, я весь день хожу по улицам, а люди меня будто не замечают. Возможно, они просто торопятся. Я, кстати, тоже. Подожди. Мы можем ещё как-то встретиться сегодня. Ух, ладно. Я тебе покажу, где я работаю. Ты можешь подождать меня там до вечера. Собственно, здесь я работаю. Можешь меня подождать до конца моей смены. Ох, да, конечно, я буду ждать. Прошу прощения за опоздание, госпожа Агата. Да, да, просто иди и выполняй свою работу. О, Джастин, я так по тебе... Никаких сближений, мисс Сара. Я тебе уже об этом говорил. Я обычный дворецкий в вашем особняке. А ты знатная дама высокого положения. Мы не можем быть вместе, и я тебя не люблю. Ну ничего, ты ещё станешь моим. И всё же, кто эта девушка в красном платье? Так ещё её платье похоже на платье из девятнадцатого века. И должен выяснить, кто она такая. Честно, я удивлён, что ты ждала меня всё это время. Что ж, так как моя смена закончилась, я обещал тебе помочь. Идём в другое место. Тогда я начинаю свой рассказ. Не переживай, он будет весьма коротким. Всё началось с того, что я проснулась на кладбище. Когда я проснулась, я ничего не помнила, но я держала в руках эту розу. Но я помню только своё имя, Элизабет. Я ничего не знаю о своём происхождении, о семье. Я даже не знаю свой возраст. И ещё я поняла, что люди меня не видят. Но ты единственный, кто увидел меня. Да, жуткий у тебя рассказ. Меня напрягло то, что ты проснулась на кладбище. И то, что тебя не видят. Поверь, меня это не меньше напрягает. Что ж, хорошо, я буду тебе помогать узнавать про тебя информацию. Спасибо тебе огромное. Как я могу тебя звать? Зови меня Джастин. Приятно познакомиться, Джастин. На следующий день. Кстати, я ведь о себе ничего и не рассказал. Ну, меня зовут Джастин, и ты это знаешь. Я работаю в особняке дворецким на богатую даму. Я ещё так подумал, если тебя не видят, то, может, попробуем со мной в особняк зайти? Ну, понимаешь, в особняке этой женщины есть много книг и газет. Что-то про тебя точно будет. Ну, попробовать можно. Здравствуйте, госпожа Сара. Какие у меня сегодня задания? Ой, привет, Джастин. Да сегодня делать-то нечего. Но мама говорила, что библиотеки убрать надо. Без проблем, я пойду. Это действительно жутко. Она тебя не увидела. Джастин, а может, я мертва? Может, я просто призрак? А мне кажется, что это какое-то проклятие. Итак, у нас есть примерно три часа. Первый час мы убираемся. А другие два часа мы потратим на поиски. Если возьмём больше, то меня заподозрят. Хорошо, я поняла. Ты нашла что-нибудь? Ничего, а ты? То же самое. Но нам надо уходить, иначе подозрения возникнут. Но мы вернёмся сюда завтра. Целый месяц они искали информацию об Элизе. Но ничего не могли найти. Но продолжение этого мини-фильма вы сможете найти на канале Пикси. Ссылочка, как всегда, находится в описании. Ну и всем спасибо за просмотр этого видео. Спасибо, что ты есть. Ну и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok 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 Продолжение следует...